Вообще, ну это очень странно, у тебя нет никакого морального права сейчас выходить, что-то говорить. Ты российский артист, понятно, что украинцы делают, понятно, что они сразу поехали в какие-то благотворительные туры, понятно, что они сразу там собирать, привлекать внимание, объяснять, что происходит. Ну ты, как бы, что ты можешь сказать, кроме того, что тебе невыносимо стыдно. Здравствуйте, с вами Сергей Николаевич, это проект «Статус свободен» для издательского дома Рига Свилни. Сегодня у нас в гостях звезда русской литературы в изгнании, поэт Вера Полоскова. Вот как теперь все происходит. Здравствуйте, Вера. Я бы даже, мне кажется, обрадовалась, если бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал лет 10 назад, что так будут меня аттестовать. Здравствуйте, мои хорошие, очень рада вас приветствовать. Это я-то как рад. Ну, вы уже услышали это название «Статус свободен». И первый вопрос. Вот при звуке этого слова, какую вы себе картинку представляете, что вообще свобода значит в вашей жизни, и что бывает с теми, кто на эту свободу посягает? Ну, это, мне кажется, в моем случае довольно непреложное условие деятельности просто моей. Так вышло, что у меня такая профессия странная, она не подчиняется никаким внешним, ни заказам, ни вызовам, ни условиям, ничему. То есть в ту секунду, когда ты пытаешься какой-то такой нектуре следовать, все заканчивается, ты просто не можешь работать и все. Поэтому мне никогда в жизни не удалось поработать в офисе, поэтому мне никогда в жизни не удалось как-то встроиться ни в какую систему и иерархию, в том числе и литературную. Все было как-то отдельно всегда, по очень причудливой, извилистой траектории, не очень рациональной, не все понимали, почему я совершаю те или иные выборы. Но в любых навязанных другими людьми условиях я начинала болеть, черстветь, мучиться и как бы... И страдать. Да, работать просто не можешь, а это самое болезненное, что только есть. Я давно хотел вас спросить, я знаю, что вас назвали в честь Веры Федоровны Комиссаржевской, что у вас в родне, ну, там, пра-пра, вот есть эта великая актриса. Это правда? Тетя моей бабушки Веры Николаевны Комиссаржевской, там не то, что в честь кого-то конкретно, там просто все девочки в семье, либо Вера, либо Надежда, а все мальчики, либо Николай, либо Федор. То есть вот эти главные имена в вашей семье? Которые кочуют, да, кочевали из поколения в поколение, а мама ждала мальчика Федора, тогда они очень УЗИ были популярны и считались вредными, поэтому она была уверена, что у нее мальчик. И родилась я, я люблю сюрпризы людям, и она несколько растерялась. У меня 5 марта день рождения, а свидетельство рождения выдано на 28-го. Она реально долго думала, что делать со мной, и решила пойти по какому-то понятному пути. И я стала Верой, потому что я была Николаевна уже. Вот. И поэтому мы с моей бабушкой Верой Николаевной Комиссаржевской полные тезки. Ну, я помню, как для проекта СНОП вы записали монолог о своем отце. И о том, что это была такая черная дыра, в которой потом стали падать вот эти его записочки, которые он писал вашей маме. Ой, это была такая, это еще такая, это так много про маму мою история. Потому что я начала заниматься, ну, какой-то терапией на эту тему, как-то думать о нем. Ну, потому что я его проненавидела все детство. Понятно, что когда человек исчезает и не хочет за тебя никак отвечать, и это поворачивает судьбу твоей семьи в очень определенном ключе. Ты понимаешь, что если бы был отец, если бы была какая-то мужская фигура, хотя бы там не было бы столько проблем, там, лишений и так далее, тяга такой нищеты ужасной в детстве и так далее. Но все вышло так, как вышло. И вот где-то там уже, когда я замуж выходила, я решила как-то с этим разобраться. Съездила к нему на могилу с моим мужем будущим. И поехала в такое очень удивительное путешествие, в паломничество, в Непал, в Индию. Вернулась и узнала, что мы вернулись не одни, что мы приехали и ждем ребенка. И это было довольно неожиданно. И тут я начала серьезно очень папиной темой заниматься. И пошла в терапию, в групповую терапию, которая называлась «Все дело в папе», в моей очень такой дружественной, любимой московской психологической лаборатории, где кроме меня были все психотерапевты будущие, которые собирались заниматься родовой травмой. И я на втором месте. И вот я хожу, там реву, какие-то получаю задания, что-то еще. И одно из заданий звучит так. Вспомните пять важных вещей, которые, важных позитивных вещей, которые в вашем детстве связаны с отцом. Пять эпизодов, которые как-то вот о радости в ваших отношениях. Я говорю, вы издевайтесь. Они как бы расстались, когда мама была беременна, и дальше он не появлялся в моей жизни. Он говорит, ну должно быть, ну что-то должно быть. И я пока еду, я вспоминаю, что есть семейная байка, потому что он общался, например, с моим дядей много. Есть семейная байка, что он был в роддоме у меня, это мне дядя рассказывал, не мама. Вышел и сказал, что вот с такими глазами, значит, родилась девочка, и что он так счастлив, и так далее, и так далее. Я говорю, ну это же, приезжай домой, говорю, ну это же байка, наверное, чтобы вам всем так не было стыдно передо мной, что такая история. Я говорю, нет, это было. Он приходил, и он даже записочки писал. И он даже книжки мне приносил в роддом. Я говорю, мама, почему об этом я узнаю на 28-м году жизни? Она говорит, ты не спрашивала. И вот это ты не спрашивала меня все так радовало. Ну как, я должна спросить маму? И она реально притаскивает табуреточку, залезает на нее, открывает какой-то шкафчик, извлекает какой-то абсолютно жванецкий портфельчик, портертый. А там Сережа лежит в фейсбук 30-летней давности, только рукописный. Поругались подружки, написали друг другу письмо. Влюбился в нее какой-то дядька в санатории на отдыхе и пишет ей какие-то убийственно просто пошлейшие открытки, присылает с цветочками какие-то все, что она звезда, королева, богиня. Не знаю, между родителями, между детьми, между кузенами, братьями, все, письма, 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 письма. И там, в частности, такие маленькие бумажки, что вот папа приходил, я пришел, оказывается, сегодня неприемный день, оказывается, в роддоме бывает неприемный день. И я это все перебираю, у меня, значит, ну, я не знала про это, полные глаза слез. А потом я обнаруживаю такую открытку. Я родилась 5 марта, 8 марта, соответственно, праздник, а имени у меня еще нету, потому что мама не знала, что это будет девочка. И он пишет, что «Как я рад, что все благополучно». Это просто открытка с очень какой-то, ну, такая страшная, насколько это только возможно, с 8 марта. А возьми марта, встань. И «Как я рад, что все благополучно, что ты здорова, что она здорова, ты молодец, поздравляю с веснушкой». С веснушкой, с большой буквы. И что-то меня так разорвало, эта веснушка, я минут 50, наверное, родила. Потому что, ну, как-то ты живешь с ощущением, что тебя никто не хотел, что ты, как бы, всем явился большой проблемой и, как бы, разлучил их в итоге, потому что они расстались из-за того, что не были готовы никакому совместному ребенку, и мама потом вывозила это все одна. Ну, скажите, а вы, как бы, простили после этого своего родца? Я просто, поскольку тоже уже не юный человек сейчас, прошло еще 10 лет с того момента, у меня уже трое детей, они тоже, часть из них не очень интересуют своих отцов, понимаю, что быть взрослым человеком гораздо сложнее и мучительнее, чем мы думали в детстве. И наши родители не сводятся только к родительской роли. Нам казалось, что наши родители полностью нам принадлежат, и все, что их в жизни вообще теоретически интересует, это только мы и наше благополучие. А оказывается, они параллельно с тем, чтобы какое-то нам устраивать, тут, как такой купол, в котором розы растет, как у маленького принца, они еще с такими тут сражались вообще вокруг демонами, которые все это пытались в любую секунду разрушить, что, в общем, то, что мы вообще у них получились, то, что они вообще как-то удержались в рассудке, то, что они сохранили с нами какие-то отношения, то, что мы с мамой хотя бы в конце жизни, хотя бы последние 9 лет ее как-то очень тепло и близко, и по-взрослому разговаривали. Уже спасибо на этом. Ну, в общем, простили. Не то, что простила, я просто поняла, что, ну, как бы, все гораздо сложнее и больше, да, просто еще люди не знают о своей невероятной конечности и быстротечности. Он умер в 43 года. В 43 года. В одном из своих интервью сказали, что я привыкла быть младшей, вы всегда были маленькой, да, самой младшей в школе, в институте, и вы рано сдали этот экстерном, чтобы поступить в университет. И слава к вам, в общем, известность пришла тоже, когда вы были еще совсем юные. И, соответственно, это вызывало самые разные эмоции, да. Кто-то умилялся, кто-то восхищался, и очень много было такой какой-то неприязни и зловредности. Были и какие-то и взрослые голоса, что, мол, вот она еще не доросла до первой книги и так далее. Идите к помощникам режиссера. Да, еще что-то такое. Как этому вы сопротивлялись? Вот что делали вы, чтобы это вас не уничтожило? Скорее меня поражало, и тогда, и еще больше сейчас, с каким остервенением можно было топтать 19-летнего, 20-летнего, 21-летнего человека просто за факт того, что у него книжка вышла, например, или что он что-то пишет и публикует в своем собственном журнале. Тогда это было невероятно больно, и выглядело травлей, и незаслуженной травлей. Но мне казалось, что люди имеют на это право, они же профессиональные критики, и как бы они про это. Сейчас почти 40, мне понятно, что для того, чтобы так делать, нужно быть таким несчастным человеком. Люди, которые меня там как-то опекали и поддерживали, констатировали мое литературное самоубийство радостно. Один из которых был мой первый издатель, человек, который способствовал выходу моей книжки первой, Александра Житинского. Так радостно это как бы поддержал, что это литературное самоубийство. Вот как бы, ну, я сейчас немножко представляю себе слов. Ко мне иногда обращаются какие-то 19-летние люди, которые присылают мне и спрашивают моего мнения. И это разные очень качества и разные предпосылки. Я никогда в жизни не наберусь какого-то духу, как-то сказать, там, не смейте этим заниматься, или что-то, что мне говорили, на каждом шагу. И потому что я девочка, и потому что у меня непрофильное образование, я не злит института. Меня, условно говоря, никто не благословил, меня никто за ручку не привел. Не было бы такого хейта, если бы у меня был мастер, и я была бы из мастерской того-то, да? Кто-то в гроб сходя меня благословил, ладошку на плечико положил, и тогда эту не трогать, это девочка того-то и того-то. А я была девочка из интернета, и поэтому, конечно, по мне можно было ездить с каком-то туда и обратно, чем люди занимались вот, ну, наверное, до последнего времени. Сейчас просто повестка немножко изменилась. Лет пять назад мы перестали вкатывать в асфальт. И я даже как-то, ну, скучаю. Поэтому напряжение... Ну, если как, вы забыли что-ли обо мне? У вас же был любимый предмет. Ну, оставим какие-то злобных ботов, а вот, ну, как-то люди, которые расположены к вам и любят вас. Они вот считают, что поэт должен быть своим читателем. Да, я с удовольствием была бы со своим читателем, но только не в тюрьме. Очень мне нравится быть своим читателем везде, где он проживает. Потому что я выхожу на сцену в Торонто, не знаю, в Лиссабоне, в Барселоне, в Ванкувере, в Нью-Йорке, и там треть зала россиян, треть зала белорусов, треть зала украинцев. Одни убежали от своих полоумных тиранов, другие убежали от ракет, которые эти тираны на них сыплют. Вот они сидят, а им пропаганда рассказывает, что они злейшие враги до конца времен. Все эти люди не могут в одном пространстве находиться, потому что они разделены пропастью. А они сидят и в одних и тех же местах плачут, в одних и тех же местах смеются, а потом выстраиваются в одну очередь за автографами. И в этой очереди знакомятся. И говорят там, а я Галя, я там из Херсона, а я Петя, я из Питера. И это вот тот момент, где кто-то из Харькова, кто-то из Питера, кто-то из Красноярска, кто-то из Минска, не вцепляются в лицо друг к другу, а берут друг у друга телефончик. На случай, если что-то понадобится, никто никого друг друга не знает, ни в Берлине, ни в... Ну, как бы... А те, кто пришел на веру Плоскову, те, в общем, идеологическими врагами уже быть не могут, понимаешь? Это все люди, которые примерно на одном росли. И я считаю, что у меня среди апокалипсиса, который происходит, очень простая и непростая работа одновременно. И она, как ни странно, уже не очень много отношения к стихам имеет. Я образую на пару часов такое безопасное пространство, в котором могут люди в дичайшем, просто ни с чем не сравнимом стрессе своей жизни, делая выборы, принимая решения, которым никогда до этого не доводилось принимать, побыть в безопасности, понять, ну вот украинцы, например, что не все зомбированы с той стороны, а россияне понять, что не всех там нас ненавидят одинаково, так, чтобы нас не было больше, и выдохнуть такое огромное напряжение, которое просто дает возможность хоть чуть-чуть вдохнуть кислорода и дальше на нем какое-то время пожить. Все, это все, ради чего я все это делаю сейчас. Вообще вот этот жанр женщины на сцене, это уже театр. А женщина, которая читает стихи, да еще играет музыка, под музыку, с музыкой. Да, это не просто, нет, тут еще есть субъект. Субъект везде, да, замечательного композитора и музыканта Александра Моноскова, он как бы партнер в этом действии. Вот как бы вы сами определили, что это такое, что это за перформанс, это спектакль. Ой, я процитирую Александра Платоныча. Это что это? Точнее, о него никто не сказал. Мы были в Лос-Анджелесе, нас встретил такой очень модный человек в шапке и везет нас в город. И говорит, я видел его музыканты, да, у вас там кофры музыкальные, гитарные. Саша такой, да, некоторым образом он музыкант. Саша с его посложным списком. Опер. Ну и что, в каком жанре вы играете? И Саша, не улыбаясь, по-питерски так, он говорит, мы работаем в жанре трагической клоунады. Мы завтра с вами вновь пойдем атаковать песок и чернозем ложитесь как трава Ну коллеги в некотором смысле потому что я-то, ну я, например, Любе Успенской первый альбом писал. И Шфутинскому записывал альбом 20 лет. Но сейчас уже, говорит, уходит, конечно, культура. Молодняк не ходит в рестораны. Но тогда, говорит, это было вот так. Вот так. Наследники. Так мы узнали, что мы работаем, Саша, в жанре трагической клоунады. И что даже некоторые настоящие музыканты, которые записывали Любе Успенской альбомы, считают нас в некотором роде со своими коллегами. Все, мы успокоились сразу. У вас трое детей. Да. И вам принадлежит прекрасная фраза, что самые прекрасные подарки иногда бывают завернуты в самые серьезные проблемы. Да. Я так понимаю, что именно эти дети, ваши дети, стали причиной того, что вы поселились после отъезда из России в Лимассоле, на Кипре, где чудесно я там бывал. Но, тем не менее, это все-таки очень далеко от всех европейских центров, которые, безусловно, могли бы украсить. И где бы вы ощущали себя тоже бы неким центром. Вы не скучаете по столицам? Вам не хочется туда... Ой, это очень интересно, Сережа. Среди задаюсь этот вопрос. Это так интересно, как это меняется. Потому что, конечно, когда я убегала из Москвы, во-первых, мы все считали, что это ненадолго. Мы не думали, что мы уезжаем навсегда. Ну как, это же катастрофа. Она не может... Длится вечное до двухгода. Теперь так, быть всегда. Значит, она сейчас закончится. И мы будем иметь возможность, наверное, вернуться. Думала я. Я не взяла с собой ни одного концертного платья. Я была уверена, что я не сыграю сейчас уже никакого концерта. Ну, то есть, во-первых, карьера закончилась, пока это происходит. Во-вторых, ну, наверное же, будет момент, когда мы вернемся все обратно. Но дальше, Пискипром, это абсолютная рука судьбы, как Борис Борисович выражается. У нас было два неотмененных концерта. Все рухнуло. Вся работа закончилась в России сразу же после того, как я написала то, что я написала. Я 24-го с утра написала, что я думаю про это. А Саша 24-го с утра вышел на пикет с флагом и был свинчен примерно за 40 секунд после этого. Есть видео знаменитое про то, как его ведут под белые рученьки. А он говорит, вы понимаете, чтобы противоправные действия совершать? Я говорю, сейчас я тебе все покажу, что мы совершаем. Вот. Ну и все. И как бы все. С нами все контракты разорваны, все закончилось. Тогда еще не было закона о дискредитации, но он уже довольно быстро появился. Понятно, что он будет иметь обратную силу. Позвонил Тема и сказал, слушай, уже в Индии, когда мы сидели, у нас осталось два... Мы поехали в Индию, потому что шенген был только у меня. У детей не было никаких виз, потому что пандемия только закончилась. Ну да, только она закончилась. Мы ничего не сделали, еще никто никого не собирался. Мама в больнице лежит. И говорит, только уезжайте, пожалуйста. Я тебя очень прошу, только уезжайте, мне будет легче узнать, что вы в безопасности. И мы уезжаем. На следующий день после моего дня рождения звонит Тема через пару недель и говорит, слушай, у нас не отменилось два концерта на Кипре, в Лимасоле. Два раза на Кипре, в Лимасоле и в Тель-Авиве. Два раза переносилось из-за пандемии. Ну вот сейчас. Я говорю, слушай, я что-то вообще не представляю, как я буду сейчас играть в концерты. Он говорит, никто не сдал билет. Нет никого, кто сдал билет. Думаю, вообще какие смелые люди. И мы поехали туда сыграть. И сыграли совершенно. Мы не вообще, ну это очень странно. У тебя нет никакого морального права сейчас выходить, что-то говорить. Ты российский артист, как бы. Понятно, что украинцы делают, понятно, что они сразу поехали в какие-то благотворительные туры, понятно, что они сразу там собирать, привлекать внимание, объяснять, что происходит. Но ты, как бы, что ты можешь сказать, кроме того, что тебе невыносимо стыдно. В общем, мы вышли такие немножко прибитые, сыграли, все поплакали, все пришли к нам обниматься. И я добралась до Кипра, а на Кипре вот как будто, ну там другое измерение. Немножко венецианская есть тема, потому что вот в Венеции всегда какое-то свое время, а на Кипре другое, тоже оно свое. Кажется, что вся эта, вот апокалипсис, он происходит. Нет, люди в курсе на нем об этом. Но там как будто это все, вот эти корабли стоят ночью, как камениные пироги со свечками на горизонте. Все такое тихое. ящерицы, кошки. Уже очень-очень тепло, в апреле все купаются, очень вкусно, все пахнет так, как бы кофе. И ты такой, я говорю, ребята, вам так повезло, видимо, у вас какая-то хорошая карма, что вы здесь живете за какие-то, как бы, за какие-то достижения прошлых жизней, а вот я за свои прегрешения сюда никогда не попаду. Они говорят, слушайте, ну если вы хотите, мы вам можем попасть. Я говорю, так я, я, святой отец, мои грехи не пустят меня сюда. Я не вожу машину, я как бы столько не зарабатываю, это остров слишком прекрасен для того, чтобы... И они мне, правда, начинают помогать. И я довольно быстро нахожу себе квартиру, потом школу, потом, ну как-то, осваиваю остров. И все еще держу в уме, что, наверное, это временный какой-то вариант. Ну как бы, я просто зацеплюсь здесь, отдышусь и пойму, куда дальше. И через уже полгода, когда я задаю все этот вопрос, еду в первые гастроли. Как раз вы спросили меня про большой город. Мы едем в Америку, я оказываюсь в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я думаю, ааа, вот, вот, как бы я жила бы, если бы это все... Вот, и как же я люблю это все, это небоскребы, эти галереи, как красиво все сделано, да, дизайн, потому что, ну как бы, в маленьких приморских городах никто не парит про дизайн. Ну, какой дизайн. И вот я ходила там, просто любовалась всем на свете. Всем. Мне так было... Я просто Нью-Йорк думаю, а вот как надо жить. Возвращаясь домой на остров, проходит год, и Тема, и Катя, наша, наша американская подруга, делают тур уже из восьми городов в Америке. И я опять остаюсь в Нью-Йорке на несколько дней в конце, потому что у меня там подруга живет, на Манхэттене. И я попадаю в такую, просто, пятидневную, адскую, паническую атаку. Потому что ты отвык абсолютно, что бывает такая толпа, уже за полтора года. Ты спускаешься в метро, ты попадаешь просто в чистилище какое-то. Ты едешь на ужин в машине полтора часа в пробке, и ты там едешь, и ты такой, куда можно, куда, как вообще не потерять желание куда-то ехать, стоя полтора часа, правда хочется выбежать уже и бежать. Ты приезжаешь туда на сорок минут, ты должен сесть и ехать обратно. Только же обратно. И это, я думаю, я приехала на Кипр, а у нас такой в Ларнаке аэропортик, он среднее, что-то между автосервисом и такой, как кафешкой, стекляшкой. Выходишь, если ты ночью прилетаешь, то пахнет просто ближайшей птицефабрикой, селом, таким наводцем. И я вышла, я прям почувствовала, у меня было ощущение, что за меня сняли какой-то камень. Я просто, фу, выдохнула, такое напряжение, как хорошо быть дома, какое счастье. Все-таки Масол, это уже дома, да? Я, видимо, человек пожилой, мне уже пора в деревню. Ну вот в этом году умерла ваша мама. У меня, кстати, пронзило сообщение, что вы не смогли с ней проститься. И, наверное, это те раны, которые не заживают уже никогда, и ты всегда с ними. Такой сюрприз. Мы с ней даже успели это обсудить, что я не приеду. Она как бы знала, что вас не будет не делать, не приезжать. Да, она просила этого не делать, просила не приезжать прощаться с ней, пока она была жива, просила не приезжать на похороны, пожалуйста, не делай глупостей. Ну, как бы, доносы в СК и ФСБ об оправдании терроризма. Это как бы не шутки. И она говорит, слушай, мы же с тобой никому ничего не должны доказывать. Я говорю, ну ты представляешь, как это будет выглядеть твои друзья тебя предотхоронить? У нас были очень близкие и открытые отношения, я ими ужасно горжусь. Она говорит, а зачем нам каким-то другим людям объяснять, каких мы с тобой отношениям? Мы с тобой знаем. Она была очень мудрая, а объем всего, что она успела проделать ради меня, уже лежа в больнице под кислородной трубкой, я же про это узнала только, когда она ушла. Просто сколько она всего учла и продумала внутри этой абсолютно больной ситуации, когда я не могу приехать ничего там, ни наследовать, ни разобрать бумаги, ни распорядиться ничем, ни там список гостей, ничего. То есть мама мне все это крестное потом показывала. Список гостей на похороны, поминки, конверт на похороны, конверт на памятник. Она успела, она успела мне передать какое-то наследство, которое она для меня собирала. Так, чтобы его мне передали на остров, а я не ждала полгода, чтобы стоять в право на стол. То есть эта женщина, ну как бы объем того, как она продумывала это все делала, меня потряс и послужил мне каким-то фант. Я никогда в жизни не задумывалась вообще. Ну, видимо, просто они маленькие. Как я буду уходить? Как я буду уходить в связи с тем, что их трое, что им надо будет какое-то напутствие оставить, что она удивительна. Как она все это учла, меня поразило это совершенно. У нее настолько не было никакой... Она никак не драматизировала этот процесс. Она поняла, что происходит. Она надеялась на какое-то чудо, конечно, как все мы. Мы не прощались по-настоящему ни разу, но мы каждый день говорили. И вот она отдавала им какие-то распоряжения. Но основные распоряжения она отдавала своей верной, да, подруге моей крестной. И как это все трезво было сделано. Мать моя была невероятной волей и силой человек. Больше никого на свете никогда не будет интересовать, ну, уже очевидно, как ты поел, как ты поспала, как ты выходишь на сцену с простуженным голосом, с соплями, что ты будешь делать, если ты заболел в пути и так далее. Никто, кроме мамы, этим никогда не интересовался. Если жалеть о чем-то, то лишь о том, что так тяжело доходишь до вечных истин. Как вам кажется, вот это время познания вечных истин уже закончилось и или все еще для вас продолжается? Ой, для меня оно в утроенном режиме продолжается сейчас. И какая истина далась в этом труднее всего? Самая невыносимая истина? Да. Что в том, что происходит, никто не виноват, кроме тебя? Что ты, как бы, нет другого человека, на которого можно было бы переложить ответственность за все, что ты наблюдаешь в своей жизни. Ну, это очень трудно признать. Конечно, ты становишься свободен, когда ты это признаешь. и очень печален. Я хотел спросить вас про новую книгу, которая, я знаю, уже почти написана, и осенью вы планируете ее премьеру. Что это за книга? Я так понимаю, что она уже написана после России. Да, и выйдет она не в России. Есть у меня очень любимый друг, с которым мы 20 лет дружим близко, Саша Гаврилов. Издачество «Видим». «Видим Букс», да. И вот он настолько хочет, чтобы там вышла книжка моя, как у Губермана. Как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему. что зная, что в том как бы вращении всего, что я переживаю, я никогда ничего не соберу. Он приехал и со мной четыре дня жил и перебирал все мои тексты и поднимал свои какие-то старые архивы. И там будут не только стихи, там будут маленькие кусочки прозы, всякие старые подзамки, дневники, какие-то заметки, даже кусочки сториз, потому что он говорит, что сила моя не в том, что я какой-то прям вот такой пласт текста написала и это стало известно, а вот эти все рассеянные по разным подписям к фотографиям какие-то его любимые куски. А теперь небольшой блиц. Я буду начинать фразу, а вы ее будете продолжать. Хорошо? Люди, которые меня не знают, думают, что я выскочка. Люди, которые меня знают хорошо, считают, что я веселая. И только я про себя знаю, что я справлюсь. У меня лучше всего получается. Подарочки выбирать. У меня хуже всего получается. Отпускать. Отпускать. лучший совет, который я когда-либо получал. Любая весть изначально благая. Это из песни Феечка Борис Борисович. Просто ты к этому еще не привык. Ваш главный учитель и чему он вас научил? Александр Платоныч. Александр Платоныч научил меня много чему. Один из важнейших уроков, который он мне преподал и который в его присутствии всегда сбывается. Он мне сказал Бог ждет от нас первого усилия. Каждый раз, когда я начинаю уметь, что я никуда не пойду, что я не буду ничего делать, что у меня болит голова, что мы сегодня не сможем сыграть, что мне очень плохо, что мне страшно, что у меня там в разные дни случаются концерты. А еще у вас, например, случаются, не знаю, их 10 за 2 недели. Ну, по-разному бывает. И ты вообще, у тебя мигрени, у тебя низкое давление. Ты с утра получил известие, от которого ты не можешь дышать. Я говорю, Саш, я не могу и плачу. Он говорит, Бог ждет от нас первого усилия. Он считает, что ты должен выйти и начать продержаться первые 5 минут. А там пойдет. И дальше, если ты все правильно делаешь, тебя как бы в луч берут и уже ведут. Самая большая экстравагантность, которую я себе позволил. Трое детей. Попробуйте, вы удивитесь. Книга, с которой я никогда не расстаюсь. Ну, я расстаюсь со всеми. Сейчас, к сожалению, отдельно от книг своих живу, но пусть это будет Орунда Терой, Бог Мелочай. Фильм, который я раз в год обязательно пересматриваю. Реальная любовь. Реальная любовь? На дакшины. Причем на Рождество, уже с сыном даже. Ты-то будешь во всех учебниках, я лишь по специализации. Что это за специализация? Вот сейчас интересно, не знаю, не знаю, ну, российская литература в изгнании в 20-е годы. Такой раздел. Главное, фоточку нормальную, пожалуйста, поставьте, а то вот с этим всегда беда какая-то. Прямо, сколько ни смотрю, у всех ужасные фотографии. Проследите, пожалуйста, друзья. И последний вопрос. Что может сейчас делать вас счастливым? Фух. Чтобы война закончила. Это была Вера Плоскова в программе «Статус свободен». Это был Сережа Николаевич. Прекрасный какой, чудесный человек. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.